здравствуйте уважаемые земляки я продолжаю серию своих передач разговора политики сегодня у нас гостях общественных деятелей ну человек который не нуждается в представлении в политических кругах нашей республики это юрий селкушина здравствуйте почему я тебя сегодня пригласил почему именно решил позвать тебя я хочу сегодня в этом интервью в этой беседе затронуть такую тему как изменение избирательной системы у нас в республике потому что сколько я встречаюсь с людьми сколько на выездах разговариваем люди не понимают как изменилась система какие-то одномандатники какие-то территориальные группы и вот так вот и тема нашего интервью это избирательная система нынешняя избирательная система выбора по выбору народных урал цель объяснить нормальным простым человеческим языком людям для этого я тебя позвал задача да чтоб людям стало понятно да медлитка термит я очень много принимал участия в различных выборах то есть еще начинает там наверно с начала двухтысячных годов до в разных как говорится и по стасях это дело дело как бы и депутатом и кандидатом и в избирательной комиссии и в качестве юриста на сегодня я бы не сказал что у нас сегодняшняя наша избирательная система на как бы нова для калмыки в 2005 году у нас была такая же избирательная система она называется смешанная мажоритарная система это когда есть два вида как бы выборов в одних выборах происходит как бы два вида выборов это одна одна часть депутатов избирается вот у нас на сегодняшний момент 10 депутатов народный хурал избирается по партийным списком давай начнем с того что на сегодня вот нынешний состав народного хурала избирался только по партийным спискам люди люди именно это не понимают сейчас что изменилось ну ввели ввели да кроме партийных списков ввели еще вот 10 по партийным спискам и 17 кандидатов будет по одномандатников так называемых это когда каждый человек любой человек в принципе может выдвинуть свою кандидатуру заявиться там не существует определенный порядок и согласно этого порядка он подает заявление и как бы выдвигается движение может быть как партии то есть кандидатом можно быть от партии я сейчас покажу чтобы для людей было понятно 27 депутатов у нас народных урале 10 из них избирается по партийным спискам и 17 из них избирается по одномандатным округам да вот новое конечно для нас это по одномандатным округам если что касается относительно выбора по партийным списком и распределение каким образом допустим эти 10 мандатов распределяться думают ну тут много обсуждать не нужно у нас есть как бы уже устоявшиеся результаты да скорее всего они подтвердятся на этих выборах это единая россия кпрф справедливая россия возможно кто-то еще добавится из партии это зависит от конкретной деятельности тех или иных чиновников кандидатов и так далее но вот что касается 17 одномандатников там это так называемые мажоритарщики мажоритарная система у не этой системы есть как плюсы так и минусы естественно понятно что плюсом является то что в качестве одномандатных депутатов выдвигаются конкретные личности конкретные личности то есть это не конечно они могут быть представителями партий каких-то но тем не менее всегда это конкретная личность которую есть фамилия имя отчество у которого у человека у этого кандидата есть свой background так называемый да то есть у него есть его дела за ним и поэтому естественно это считается как бы плюс плюсом конечно является еще и то что в результате может победить вообще человек который ни к одной партии не принадлежит не относится но при этом необходимо подчеркнуть что кандидат одномандатник по одномандатному опыту он может выдвигаться не только от политических партий он может путем самовыдвижения сбора подписи выдвигаться это тоже такой инструмент ну не знаю это тоже плюс ну это другой вопрос мы сейчас говорим как бы о теории да можно так сказать ну и на основе как бы всех предыдущих выборов которые у нас калмыкия мы ранее происходили я уже говорил про 2005 год там тоже у нас очень много одномандатников прошло и том числе и из этой и был довольно неожиданный результат выборов когда голосовали за председателя хурал тогда вот эти одномандатники в основном и избрали совершенно неожиданную кандидатуру на тот момент не ту которую хотел на тот момент руководитель банки фсана ремжина республики поэтому и плюс еще один который возможен это конечно вот этот любой кандидат одномандатник он всегда ну как бы можно сказать что он ближе к народу находится если вот этот кань в отличие от кандидата от партии который которого люди даже многие не знают вот сейчас беда нашего народных урала заключается в том что но действительно большинство вот любого человека у нас республики можно спросить наверное ну мало кто знает депутатов народных урала потому что они как бы избирались по каким-то там партийным списком и люди честно говоря даже ну не знают кто они такие хотя есть конечно отдельные есть депутаты отдельные которые проводят работу работают с людьми которые выходят в эфир и да вот это самое да это на самом деле самое главное работа депутата и заключается как раз том чтобы работать с людьми выполнять собирать до чаяния людей и чаяния всей республики и исходя из этого как бы работать с законодательством выдвигать свои проекты законов работать с тем языком законами которые как бы поступают потому что любой закон он всегда имеет такую как сказать такой люфт своеобразный то есть можно меньше можно больше вот допустим возьмем например сейчас были внесены свое время изменения вот закон об ауэсэнд это 6 6 процентов до 1 снизили казалось бы простая как бы вещь но тем не менее она дала какой-то доход дополнительный доход в республиканский бюджет да другой вопрос что конечно поскольку будут последствия да я не совсем положительно отношусь к этому как экономист отношусь к этому закону но тем не менее вот наглядный пример что в принципе от депутатов народного хурала зависит очень много кроме этого депутатов народного хурала зависит можно так сказать основополагающие моменты поэтому люди наверное многие недопонимают что насколько важен вообще сам институт этот народный хурал да я тебя на этой нотке перебью мы выходим чуть от темы заявленной то есть мы сейчас с тобой попал ну ты сказал о плюсах два у нас будет два бюллетеня пока в нашем разговоре ты госпитал первый противник спецпервый бюллетень таро 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 кандидат по одномандатному округу что такое одномандатный округа мне бы хотелось чтобы ты разъяснил рассказал как они навязаны и тоже плюсы минусы ну здесь конечно да не секрет что после выборов в двадцать первом году когда партия власти у нас единая россия потеряла примерно 30 процентов голосов избирателей видимо все таки было принято решение о том чтобы направить калмыкию из федерального центра политологов которые должны были здесь у нас как бы провести анализ почему так произошло и предпринять какие-то меры почему так произошло мое мнение произошло потому что во первых у нас на сегодняшний день видимо власть слабая да во вторых то что нашей молодежи удалось как бы скоординироваться объединиться и создать так называемый наблюдательный полк который в принципе сделал что самое главное он позволил нашим людям пройти проголосовать и защитить результат наших результат защитить голоса которые наши люди как бы отдали за ту или иную партию за то и за того или иного кандидата то есть фактически наблюдательный полк выполнил работу самих центральных избирательных комиссий фактически это конечно не очень правильно потому что следить за правильностью законностью до всех выборов это должна сама как бы власть есть для этого специально ополомоченные органы прокуратура там и так далее избирательная комиссия ну на сегодняшний момент мне не понравилось что у нас нашлись такие люди которые смогли объединиться организоваться и продемонстрировать результат это кстати очень я вот вчера да я вчера кстати смотрел ваш эфир первый по эфир слаганская девушка да я просто восторге от того что вот у нас такая молодежь есть это мне нравится я считаю что вот будущее как раз у нас именно за такими людьми если на эти выборы пойдут вот такие кандидаты которые молодые которые активные которые хотят честно избираться вести честную избирательную кампанию готовы работать я уверен что у нас ждет хорошее будущее если такие люди у нас но самое интересное что я поначалу все запады а сейчас уже честно говорю как появились на youtube стали мессенджеры приходить в чаты навыгательного полка активистам куратором тубу по районам уже пишут звонят что когда когда начинаем мы начинаем не начинаем то есть уже такой подъем я чувствую и у меня у самого такое настроение начинает подниматься это очень хорошо но я думаю это будет тема для обсуждения следующей минуты вижу какого-нибудь давай поговорим про нарезку ну нарезку это так называем пресловутая нарезка да к сожалению вот эти политехнологии которые приехали они у нас использовали известную давным-давно использованную мире политехнологию так называемый джерри мендерик это своего рода как бы нарезка которая позволяет использовать вот эти политехнологические так называемые вот эти технологии дали как действия которые помогают допустим партии власти или тем кто организовывает выборы до специальным образом нарезать округа чтобы отрезать да или разъединить или отрезать друг от друга вот друг от друга часть территории на которой люди там можно так сказать привычно голосует допустим против партии власти или за допустим да то есть они вот вот допустим такой момент вот на примере нашей республики они что сделали фактически все все административные территориальное отделение республики было нарушено в результате нарезки подробно скажешь дону в общем итоге нет я тут хотел обратить особое внимание что административно территориальное деление это не просто так сделано да от могут то а ванинасти ивалеINA идеями нелансов нарезка на районы на муниципальный образователь чтобы люди Оно у нас на самом деле еще есть с коммунистических времен, принято было это вместо технического деления. На самом деле, надо отдать должное коммунистам, они обращали внимание на так называемые родственные, клановые, племенные отношения, которые сложились по месту проживания наших городов, по территории. И в соответствии с этим эти районы в основном и нарезались. Здесь же нарезали таким образом, что вот это все настолько перемешали, что я, честно говоря, не знаю, является ли это плюсом или минусом для власти. То есть эта нарезка на самом деле, ну смотрите, допустим, я вам приведу пример. Вот город и листу, от города и листы отрезали части города и присоединили их к районам. Приютненскому району, да, к Кикебрульскому району и к Селинному району. Плюсом это является или минусом, конечно, там для власти это покажут выборы, но на самом деле такая довольно неоднозначная ситуация. Кроме того, вот, допустим, в городе остались, чисто городских, остались шесть округов. Шесть округов, где вот в основном это многоэтажные дома, районы, где как бы плотные застройки. Раньше было семь, да? Раньше было семь, да. На ЭГС было семь, да, а сейчас вот шесть осталось. Ну, я думаю, что с одной стороны город всегда голосовал, как бы, против власти, по большому счету. Но это не только у нас колонники, так всегда. Москва, там, Санкт-Петербург, ну, всегда, любые крупные города, они всегда голосуют, ну, как бы, там, в основном сосредоточены более грамотные, более политически активные населения, да, и они голосуют всегда, как бы, ну, у них есть собственное мнение. И, кроме того, что, кроме этого, еще в городе всегда легче проконтролировать сам ход выборов, потому что территория плотнее, меньше, как бы, нет такой разбросанности. И для, допустим, той же оппозиции, как вот это было в 21-м году, это сделать гораздо легче. Поэтому то, что в городе остались шесть округов, это, я думаю, что это хорошо для оппозиции. И есть возможность сконцентрированно тогда получить поддержку и побороться за эти округа. Ну, мне кажется, что на мой взгляд, то, что районы, да, даже подтянулись в город, это тоже хорошо. Не, это даже очень хорошо, потому что, на самом деле, вот в районах, если возьмем Приютненский район, да, Целинный район, насколько я знаю, там, как-то, ну, кандидаты от власти, но они довольно, как бы, приличные, как бы, люди, которые имеют бэкграунд. Я думаю, что вообще в целом это завоевание вот оппозиции выборов как раз наблюдательного полка как раз в том, что в 21-м году выборы позволили, что они повлияли на эти выборы. Власть сегодня вынуждена кандидатами вставить людей, так сказать, бэкграундов, биографии. Ну, это же прекрасная заслуга оппозиции. Ну, я думаю, что в этом принципе, в этом принципе и самое главное заключается именно в этом. И я думаю, что работа наблюдательного полка и вообще всей оппозиции как раз в этом и заключается, чтобы у нас депутаты, или, по крайней мере, кандидатами лучшими, чтобы уже сразу депутаты, а тут и кандидатами выходили люди, ну, нормальные, грамотные, профессиональные, порядочные, тех, у кого есть за спиной дела, которые могут рассказать о своих делах, которых знают люди. То есть это очень хорошо. Районы? Да. А по районам, конечно, да, получилось, видите, как... Хотелось бы подробно ты по районам рассказал, чтобы нас смотрят вся республика, жители района, чтобы вы тоже понимали. Ну, на самом деле, конечно, вот эта нарезка, она на самом деле предоставляет много возможностей для оппозиции, по большому счету. Хотя политехнологи, наверное, считают по-своему. Ну, вот смотрите, возьмем, допустим, на примере Октябрьского и Малдербетского района. Их фактически там немного от Малдербетского района отделили, да? Владовитая и Тундутова? И потом всю остальную часть объединили с Октябрьским районом, в один округ. Это один округ избирательный? Да, один округ, но там у нас, как бы, проживают разные, как бы, представители разных родов. Соответственно, они делятся примерно половину, пополам, да? Соответственно, у калмыков еще до сих пор осталось вот это понятие Гансаду, ну, родственники, да? Да, поэтому здесь даже не нужно будет искать, как бы, кандидатов. По большому счету, если, допустим, от партии власти выдвинется кандидат одного рода, да? То, соответственно, почему бы не выдвинуться кандидатам в противовес? Вот чем вот эта мажоритарная абдомогнатная система характеризуется, вот чем ее отрицательный момент? Это то, что всегда на выборы выходят два самых главных и крайних, причем крайних лидера всегда. То есть, ну, это сама она так сделана, это ее, как бы, внутреннее, это внутреннее состояние, которое приводит к тому, что всегда два крайних человека. Поэтому здесь получается, что, ну, допустим, выдвинется человек от одного рода, ну, соответственно, другой род, который в этих двух районах находится, он скажет, ну, почему мы не можем выдвинуть свой кандидат? И, соответственно, так как чиновники, которые, в том числе и в избирательной комиссии, которые находятся, да, они же все равно принадлежат тому или иному роду, поэтому в этом отношении даже и агитировать, по большому счету, не нужно будет. Ну, свой. Да, потому что... Ничего, мана за него. Да, у нас у колнуков так принято, мана, вот, даже когда мы с нам, сыром Викторовичем, помню, предвыборную, вот, в 2019 году проводили привыборный объезд всех районов, мы приезжали, допустим, в Логанский район, нам там люди просто откровенно говорили, да, вы люди, ребята, вы очень хорошие люди, у вас там хороший бэкграунд, вы там профессионалы, да, в отношении нам, сыр Викторович. Но, говорит, Бату Сергеевич, это мана, мана за лом, мана ковына и все, то есть, да, на самом деле у нас это в колнукове все это существует. Я же вчера был в Логане, уже сейчас по-другому говорят. Ну, я не знаю как, потому что я, как бы, сейчас, исходя из специфики своей работы, мало по районам езжу, но я думаю, что, наверное, ситуация за эти 4 года, которые прошли, она, наверное, ну, конечно, она меняется, потому что люди видят, как они живут, люди видят, людей не нужно уговаривать, ничего им рассказывать по большому счету, люди видят, как они живут, каковы, там, какова стоимость услуг ЖКХ, там, сколько они налогов платят, сколько они, там, зарплаты получают. Здесь агитировать даже, я думаю, людей не нужно, а то, что ситуация у нас в республике тяжелая, это, ну, я думаю, что видят все. Здесь, понятно, мы затронули, ну, пойдем в северный район, Малодербетый и Октябрьский район, Малодербетовский район при этом без Тундутова-Плодовитого. Дальше Тундутова-Плодовитая идет с Сарпинским районом, это один округ, да? Да. Тоже, да, там, интересы жителей Тундутова-Плодовитого будет защищать представителей Сарпинского района, это по-любому. Ну, да, это, конечно, вот я как раз начал же говорить по административно-территориальной отделению, это, конечно, будет полнейшая невозбериха, да. Потом возьмем, ну, как бы, ниже это Кишиневский район и часть, верхняя часть, как говорится, верхняя половина целийного района. Ну, без города Элисты, без Харбулука и, по-моему, Элисянки, да? Да, там у нас та же самая ситуация, что, как и в Дербетах и в Октябрьском, тоже абсолютно разные рода расположены. Там Кишиневский, а здесь, как бы, да, целийный район, да, это, здесь Богачоносы, Кичоносы и так далее, да, Авата. То есть здесь опять, и эта сама система, я говорю, приводит, да, к крайним кандидатам, да, к выдвижению крайних кандидатов. Так они еще вот эта нарезка, которая не учла вот эти, да, отделения, она в общем итоге придет к тому, что даже в результате того, что какой-то кандидат победит, какой бы не победил, все равно потом останется, половина людей будет недовольна этим результатом. То есть вот эти выборы вместо консолидации, они в общем итоге приведут к тому, что люди останутся, половина людей останутся. Это не принцип «разделяй власты». Да, я в своей какой-то статье там, когда еще только-только об этой схеме нарезки округов говорили, я об этом статье так и назвал «разделяй власты». Да, мне вот, почему это интервью записано, потому что мне бы хотелось, чтобы люди поняли вот эту основную мысль, то, что их территория начинает резать, и когда нам… Привычные территории. Да, глава Калмыкии, там, посещение, политтехнологи, которые здесь находятся, говорят о том, что будет у района свой кандидат, это уже при такой нарезке, мне кажется, не соответственно. Не, ну, конечно, когда заявили о том, что будет 17 однобандатных округов, сразу стало понятно, ну, по крайней мере, я думаю, большинству людей, сразу стало понятно, что нарезать 17 однобандатных округов справедливо не получится. Я бы, допустим, если бы была бы, у меня там возможность предлагал бы сделать, допустим, Октябрьский район, он самый малочисленный, есть такой способ нарезки округов, он самый малочисленный, взять его как за единицу, да, а потом остальные уже, допустим, вот в нем там 5,5 тысяч человек. Ну, и количество… Да, ну, я просто по количеству, 5,5 тысяч человек у них там находится, да, или 5 тысяч, допустим, человек, самый малочисленный район, и, допустим, Целинный район, там 14,5 тысяч. Ну, избирателей, я имею в виду, количество избирателей, ну, оно, в принципе, коррелирует и количество избирателей, и вообще население. А в Целинном можно было бы три округа сделать. То есть количество депутатов Народного хурала бы увеличилось, но, к сожалению, по этому варианту не пошли. Я знаю, что такой вариант предлагали люди, да. Жаль, конечно, что этого не произошло. А так бы, вот такая бы нарезка, да, она бы позволила сохранить административно-территориальное деление, и за счет увеличения количества депутатов Народного хурала позволило бы в хурале, как раз о чем говорила власть, создать именно вот представительство всех, да. Пропорциональное, потому что закон об основах избирательных прав граждан, да, он как раз, одно из требований его заключается в том, что пропорциональность количественных избирателей тоже должна быть соблюдена. А у нас, к сожалению, на сегодняшний день есть округа с 9 тысячами, да, и округа с 14 тысячами. Да, там где-то еще, по-моему, разница. Разница получается почти в 37%. 37% больше трети, ну, это на самом деле я считаю... То есть, вот для людей я поясню, это получается за одного депутата, да, проголосует, получается, там определенное количество избирателей, а за другого на треть меньше. То есть, получается, какого-то избирательного кандидата будет избран там 9 тысячами, кто-то 13 тысячами. Это абсолютно неправильно. Ну, да, непроверационально. Ну, да, пойдемте в восточную сторону. У нас... Ну, в восточной стороне, там, как бы, вот Лаганский район, он полностью сохранил, как бы... Ну, просто замечательно. Ну, и найти партию сейчас. Да. Ну, я так понимаю, что уже есть ли приложение, ну, и там даже сама звучит. Ну, да, и дальше берем. Там дальше вообще идут. Конечно, с этими восточными районами еще более, как бы, смешнее ситуация, потому что, вот, допустим, Черноземельский район объединили с западной частью Яшкульского района, да. То есть здесь пострадал Яшкульский район? Да. Мы прекрасно понимаем, что пострадал Яшкульский район, потому что, ну, по численности эти районы, они, например, на равны, да, и получается, что теперь большинство будет явно на стороне комсомольчан. Комсомольчан. Если черноземельцы проголосуют за своего черноземельцев, то яшкульцы... То голосуют, яшкульцы не голосуют, то есть кандидат за своего кандидата, то есть разницы никакой нет. В этом отношении, опять, вот, я говорю, это очень плохо, конечно. И вторая часть, вторая часть Яшкульского, восточная часть Яшкульского района присоединена с Юстинским районом. Да, это тоже. Ну, честно сказать, что Яшкульский район и Юстинский, ну, это довольно разные районы, там тоже живут абсолютно разные, как бы, наши рода. Да, поэтому и там возможно. Ну, там самая большая территория. Да, и кроме этого, там это огромная просто территория, тем более малонаселенная территория, да. В этом отношении, конечно, каким образом, вот, избирательная комиссия будет контролировать вот эти районы, вот это, у меня тоже возникает вопрос. То есть, пойдем теперь на Запад, да? Да, кто в сторону. Ну, Запад, там, в принципе, у них, так как районы... Приютные это присоединили к городу? Да. Не, не приютные, не трогаем. Берем два наших западных района, это Городовиковский, Яшкульский, да. Там небольшую часть присоединили, вот, с одного района к другому, то есть, это не столь, не столь там важно. Там два округа, да? Там два округа, да, и я думаю, что там плотно населенные, как бы, районы, и они эти районы, как бы, голосуют по-своему. Там давно сформировалась, как бы... Ну, что есть там? Устойчивая, устойчивая политика, но мы понимаем прекрасно, что эти два наших района, они зерноводческие, там люди живут побогаче, да, и как бы, да, они там все... Миграции меньше. Миграции меньше, соответственно, да. Ну, и как бы, люди друг друга знают, потому что районы по-территориально маленькие. Ну, а теперь перейдем к городу, я говорил о том, что, да, в городе существует шесть вот этих округов. Это очень хорошо, что они такие плотные, как бы, да. Здесь, конечно, я вот говорю людям о том, особенно молодежи, что я считаю, что будущее вообще за молодыми. Я недавно вот как раз писал статью свою, там, исход и возрождение, да, которая касалась демографического состояния у нас в республике. И вот там главный вывод, можно по цифрам посмотреть, что у нас на сегодняшний день больше всех, это как раз поколение, вот от 30 до 45 людей, это дети тех, это дети детей, которых родили родители, которые приехали из Сибири. Тогда был эмоциональный подъем, люди вернулись на родину, женились, в каждой семье было по много, много детей, там, около пяти, да. Да, вот, допустим, ты и так далее. Да, у этих детей родились дети, которые сейчас от 30 до 45 лет. Да, вот их как раз у нас в Калмыкии больше всех. И больше всех прям в разы. В полтора раза минимум, или даже в два раза. Да, вашего возраста как раз больше всех. Поэтому как раз, ну и вам, в принципе, вы сейчас как раз входите в тот возраст, когда вы входите во власть. И поэтому я думаю, что вот как раз все эти выборы решат люди, которые вот вашего возраста. 45 лет, я их всех призываю прийти на выборы, проголосовать. Потому что понятно, что если мы не придем на выборы, не проголосуем, то, соответственно, за вас, если сказать откровенно, могут проголосовать. Ваш голос может быть использован недобросовестными людьми. А так, конечно, ну будущее, тем более будущее за вами, вам жить. Так, вернемся к Нариске, и Кибрул-Приютное. Там как? Ну и Кибрул-Приютное, они их же, представьте, объединились с городом. Допустим, Целинный район объединились с частью там северной, да, с севера города. Приютнольский с юго-западной частью, и Кибрульский с юго-восточной частью. Восточной частью. Там, конечно, тоже, за счет того, что вот это городское население, да, получается, смешивается с районным населением, это тоже, на самом деле, дает много возможностей кандидатам новым, которые, которых знают, допустим, в городе, могут даже не знать в этом, но за счет того, что там примерно, как бы, примерно пополам распределяется количество избирателей, да, городских, как бы, и районных, можно говорить о том, что и здесь есть шансы, у людей, если люди заявятся. Понятно, что очень много все равно будет зависеть от контроля, за подсчетом голосов, но и очень многое зависит от самих кандидатов. Я лично считаю, что если будут кандидаты молодые, у которых есть амбиции здоровые, да, есть бэкграунд, есть желание, то они могут набрать, я считаю, очень достаточно большое количество голосов и посоперничать с кандидатами от власти. Спасибо, Юра. Вот мы сейчас подходим к третьему бюллетеню. Я напоминаю нашим подписчикам то, что первый бюллетень общепротивный список, второй бюллетень будет, это я говорю о бюллетене, который будет на выборах в 7 ноября настоящего года. Второй бюллетень – это кандидат, идущий по одномандатному округу. Мы вкратце рассказали вам про нарезку. И третий бюллетень – это территориальная группа по округу. Вот это вот, когда я объясняю людям, люди этого не понимают. Тяжело объяснить про третий бюллетень. Юрий Викторович, мне бы хотелось послушать ваше объяснение. Ну, на самом деле, честно говоря, вот эта важность вот этого третьего бюллетеня, она была тогда, когда депутаты Народного фурала избирались только по партийным спискам. Потому что все 27 мандатов делились между вот этими партийными списками. А сейчас, когда по партийным спискам осталось всего 10 мандатов, то есть, да, каждая партия, которая будет выдвигаться, Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, Новые Люди и так далее, они формируют свою первую тройку. Первую тройку. Соответственно, если партия набирает достаточное количество классов, соответственно, и она может претендовать на часть вот этих, из этих 10 мандатов. Ну, допустим, например, если возьмем по выборам 2021 года, да, примерно возьмем, то примерно где-то Единая Россия должна по партийным спискам, если все останется так же, как и было голосование, то Единая Россия, допустим, должна там 6 мандатов набрать. То получается, 3 мандата сразу уходят. Комнистер? Нет, 3 мандата уходят сразу. Внутри Единой России. Из этих 6 мандатов, 3 мандата сразу уходят в эту тройку. Которая, первую тройку, которая определена заранее, то получается, остается для распределения между вот этими территориальными группами, да, только 3 мандата. А этих 17 групп получается. Представляете, то есть вероятность того, что кто-то из тергрупп, первых номеров тергрупп попадет туда, она очень мала. И распределяться будут только 3. Именно вот эти 10 депутатов, которые пойдут по платению списка, это очень важный показатель. Показатель партийный. Правильно же? Конечно. Потому что, если кто-то, допустим, выигрывает, ну, проигрывает Единой России, выигрывает КПРФ, это хороший сигнал. Если наоборот тоже. Это показатель, и отсюда будут смотреть. Нет, на самом деле, я вот, допустим, абсолютно не согласен с теми, кто говорит о том, что нужно вообще, допустим, полностью партийные списки, как бы, чтобы они в выборах не принимали участие. Вот согласно закону российского, да, обосновок, там самое главное, по партийным спискам должно избираться не менее 25% депутатов. То есть, для партий оставляется 25%. На самом деле, это правильно, я бы вообще, на самом деле, сделал 50 на 50. Потому что, что такое партия, это все-таки инструмент. Конечно. Да, это инструмент, это партия, у ней может быть платформа, программа. Один кандидат, по большому счету, он не может, как бы, программу эту разработать, и так далее. То есть, на самом деле, должны, вот, было бы идеальным вариантом, если бы у нас деление депутатов, да, было бы 50 на 50. То есть, 50 избирались бы по партийным спискам, и 50 избирались по одномодатным округам. Это было бы более грамотно, более полно отражало мнение, да, людей. Потому что, у нас есть как приверженцы Единой России, так и приверженцы КПНС, к самой идеологии, да, то есть, ну, просто нужно было, как я и говорил, увеличить количество депутатов. Это было бы лучше со всех сторон, потому что, во-первых, депутат, депутат бы избирало меньшее количество, то есть, он бы с этими людьми мог работать прямо напрямую, да, во-вторых, контакт был бы плотнее, во-вторых, допустим, если этот, депутаты, ну, мы понимаем, что всегда, ну, допустим, сейчас, на сегодняшний день, у нас, Единая Россия, депутаты голосуют, многие даже не задумываясь о том, о чем они голосуют. Согласен. Я сам, когда был депутатом Лесинского городского собрания, от гражданской платформы, да, я сам сталкивался с таким, что многие депутаты от Единой России, они голосовали даже, как бы, не зная вопроса. Ну, так сказали, потому что. Да, потому что так сказали. А вот, чем больше количество депутатов было бы у нас в Народном Хурале, тем, естественно, им труднее было бы управлять. Юрий, как важна статус депутата в Народном Хурале? Ну, на твою... Ну, на самом деле, я вообще считаю, что вообще Народный Хурал, законодательное собрание, да, региона, республики наши, это самый важный орган у нас в республике. Да, я понимаю, что есть исполнительная власть, но даже в самом названии сказано исполнительная, они всего лишь должны исполнять. У нас, к сожалению, сегодня это не так, у нас нарушается как бы основной принцип. Законодательная власть, это Хурал, он принимает законы, по которым нам жить. То есть, и перед депутатами должны быть все подотчетные, исполнительная власть должна быть подотчетной. Самое главное, что это все и записано в законах, но просто оно, это не исполняется. Зависит, конечно, это от самих депутатов Народного Хурала. Они должны проникнуться. Насколько важны именно эти выборы в нынешних реалиях? Ну, я думаю, что выборы всегда важны в Народных Хуралах. Но на сегодняшний день, конечно, если учитывать, что ситуация у нас в республике катастрофическая, то, наверное, эти выборы очень важны. И в условиях, то, что мы сейчас, в которых живем, в условиях СВО, в условиях кризиса, экономического кризиса, который он фактически из того состояния республики, экономики республики, да, и социально-экономическое общее положение в республике, я считаю, что Хурал, если бы в Хурале были бы профессиональные, грамотные, порядочные люди, он бы мог внести огромный вклад в изменение ситуации. Потому что, на самом деле, полномочий у Хурала очень много. Просто на сегодняшний день они, ну, им нужно пользоваться. Ими нужно пользоваться правильно и пользоваться в первую очередь в интересах людей. Спасибо, Юр. Итак, уважаемые земляки, я думаю, мы на этом закончим наше короткое видео. Юра, я думаю, что я тебя еще буду приглашать. Я думаю, ты будешь частым гостем и специально мы выбрали такую тему, потому что много задают вопросов. Если у вас остались вопросы, уважаемые земляки, пишите в комментариях и мы постараемся уже отдельное видео с какими-то, наверное, слайдами и показать, как у нас сейчас нарезаны избирательные круга в республике. Юр, спасибо, пришел, спасибо за твое экспертное мнение. Думаю, что мы начали и начали неплохо. Да, я, конечно, хотел бы сказать, что по праймерис Единой России очень много есть чего сказать. Мы это еще обсудим. Там очень интересная ситуация. Мы это еще обсудим, я думаю, мы будем забегать вперед. Но завтра заканчивается же. Да, завтра у них заканчивается, потом они будут подводить итоги. Объявление когда... Да, я думаю, что... Ну, я думаю, так, что ситуация там уже и так ясна, кто будет, кто победит на этих... Так называемые согласованные кандидаты. Да, да, и самое главное, что политтехнологи Единой России и, наверное, сама Единой России они сделали так, что они тех всех кандидатов нам показали. А, ну да, они же везде битмаши. Да, да, то есть... Ну, я знаю, что уже там есть... Поэтому, ну, суперезы, конечно, могут быть, потому что, да, ну, я думаю, что мы это обсудим, да. Конечно, я думаю, что мы это только мы сегодня за Анатону только и исключительно эту тему, потому что у людей возникают вопросы. Спасибо, дорогие друзья, смотрите нас, пишите комментарии, ставите лайки, мне бы хотелось, чтобы было больше активности, это уже второе видео у нас за сегодня, благодарю, что вы нас смотрите. до свидания. До свидания, все, ребята.